Я вас приветствую, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour. С вами Блиар и мы с вами вновь переносимся на поля сражений. Генеральские, естественно, у нас поля сражений и новая карта Liberion ZH. Данные карты мы стали с вами изучать и рассматривать с начала мировой серии 2019 года. И знаете, некоторые даже из них уже приелись. Но только не эта карта, она достаточно интересна, играется не так часто. И знаете, если сравнивать реплеи давние с реплеями, которые сейчас, то, конечно, разнообразие вносится просто огромное. И два у нас мировых игрока в Генералах. Кто не в курсе, друзья, Бойко, финалист мировой серии 2019 года. Сейчас сыграет за США Ванилу и Доминатор. Его соперник-победитель мировой серии 2016 года, имеющий статус эксперта. Это, кстати, Бойко вроде бы тоже должен получить сейчас статус эксперта в Generals Zero Hour. Ну что ж, Доминатор у нас, Гла подрывные войска, Джазиз, и Бойко сыграет просто за Ванилу Юсу. Посмотрим, дорогие друзья, карта не такая большая, но она широкая. Как по мне, для Гла это очень удобно. Ставится сейчас справа в городе норочка. Два ракетчика, да, Дозер не успел. С левого фланга также отстраивается на раз, здесь две вышки. То есть, если посмотреть на карту, ох, хороший очень хаммер, от меня сейчас раба. Если посмотреть на данную карту, дорогие друзья, раз на мэни-суплай, два на мэни-суплай. Это реальный стандарт. И знаете, в центре я бы не сказал, что много очень денег. Две вышки слева, противовес идет, коробки раскиданы справа, и одна вышка по центру. Карта абсолютно, в принципе, симметрична для игроков. То есть, везде все одинаково. Да, и здесь вся борьба, естественно, конечно, за центральные позиции. Но тяжело, мне кажется, американцу в такой ситуации занимать именно центральную позицию. Единственное, что... Оп, какая погоня! Высаживается здесь! Минус рап, хотел достроить лиминатором норочку. Также ракетчики и мега неудачно сейчас действуют. Глай прекрасный, конечно, боевые здесь действия от Бойки. Подчеркиваю, просто прекрасно. Вообще, Бойка, на самом деле, для него прорывной. 19-й год. Он здесь выбивал настолько сильных соперников, такие, как, например, мировая звезда по генералам. Это, конечно, Биг Сайз. Об этом все помнят. Я вижу на мини-карте точку фиолетовую. Не дай бог там раб. Но сейчас следим. Минус! Ресурсный центр. Приехала техничка. Да! Раба сюда привезли, посмотрите. Но Бойка этого не заметил. Просто жесть. Дозер не находится в коробке. Спамятся хамви. Да. Раб сначала сюда забежал или привезли. А только потом начал строиться фаербейс. То есть Бойка абсолютно пропустил. Посмотрите, как классно спрятал здесь нора. Ой-ой-ой-ой-ой. Это может быть очень проблем на погоне. Сейчас с техничками в центре карты занимается американцам дом. Для ГЛА полностью стандарт. Два сапа, один военный завод. То есть ничего не выдумывает. И как красиво в центре назанимал позиции. Сейчас игрок из Америки. Играющий за USA. Так, технички все выживают. Здесь поджим хамви. Есть нора спасительная. Сюда, посмотрите, дропнул чинок. Ребят. За неуплату пришли коллекторы. Выселили ребят оттуда просто. Даже не коллекторы, а коммунальчики, да? С приставами. И высели ребят за неуплату. Но ничего не отчаиваться здесь. Доминатор заселяется в новые дома. Ну, классно, классно чинуком с рейнджерами сейчас работает бойко. Ах, и минус дом. Да. Там и рейнджер не выжил. Да, но вот эти, конечно, позиции сейчас отменяются. Один ресурсный центр. Пришлось вывести чинуки. Ну, должен бойко заметить. Здесь уже вторая нора втыкается. Дорогие друзья. Сейчас временно американец играл в один сап. Тут же он начинает добывать. И не пошел даже смотреть. Но бойко теперь видит точно эти позиции. Точно видит их. С левого фланга все-таки нора отстраивается. Я думаю, что к глажнику можно постепенно переходить захват вышек. И тут справа фланга все-таки не дал он особо разбогатеть гла. Так, минус ракетчики. Хаммер выживает. Минус техничка. Прекрасно. Еще одна нора лепится слева. Конечно, доминатор должен занимать вышки, я считаю. И справа фланга. Опять же два ракетчика подбегает дамажить почину ка. Но здесь очень опасно. Третья уже нора от гла отстраивается. Опа! Какой подрыв! Минус электростанция. Шикарно. Так, минус. Ай-яй-яй. Как классно работают технички. Правда, под фаеребейс попались. Да, опять же, будет, наверное, отменяться ресурсный центр. Хотя пришли. Хамви здесь два. С медичкой. Ракетчики работают. Четвертую нору уже устанавливает. Подлый Джазис. Командующий подрывными войсками гла. Доминатор. Да, и с левого фланга также начинает приближаться. Вот сейчас с двух фронтов приходится играть бойки. Один с тылу, посмотрите, заходит. И второй, естественно, фронт уже находится непосредственно в фасаде. Смотрит лицом к лицу сюда бойка. Да, подходит. Опять же, технички высаживаются. Ракетчики мега неудачно. Как классно разбирается доминатор в своей технике. Молодец, контролирует. Да уж, опять в центр полетел чинук. Но он здесь просто добывает. То есть, все еще два сапа позволяют гла работать американцу. Отстраивается еще одна казарма, посмотрите. Будет дикий спам от бойки. Но доминатор очень классно действует. У него постоянные подрывы. Посмотрите, какое скопление подрывников на базе гла. И опять пошла техничка подрывать здание. Фаербейс под центр устанавливается. Так, минус будет ресурсный центр. Да, отменяется сап. Все верно. Еще одна пошла техничка с подрывом. Бойка пока подрывы не особо хорошо контрит. И вот здесь очень опасно. Очень опасно. Военный завод, электростанция. Троих вполне хватит, конечно. Потому что это генерал подрывных войск. Джазис. Минус военный завод. Минус электростанция. Вот теперь проблемы у американца большие. Мало того, что толком не дают поиграть в два ресурсных центра. Так еще ключевые здания теряются у него на базе. Ну и знаете, мне кажется, что доминатор тормозит. Давно нужно занимать уже вышки. Давно. Но играет глав три ресурсных центра. Сейчас уже серьезные силы по телу американец. Понимает, что вот эти позиции очень мешают. И постоянные с тыла заезда. И теми же техническими с подрывами. Потому что доминатор то там заезжает, то там опять пошла. Посмотрите. Сверху пачка. Он доминатор. И вот сейчас в наглую бьется аж казарма. Ну это, наверное, отвлечение. И подрыв. Подрыв, 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 подрыв. Военный завод была попытка построить. Меняется. Минус фаербейс. Единственный дозер пока выживает. Везет здесь Бойки все-таки отстраивать военный завод. Аж пришлось танк рыцаря вывезти. Куча пехоты. Для того, чтобы оборонять свою базу. Да. Сам, наверное, Бойка мог попробовать пойти в захват. Но я думаю, что ему далеко не до этого. Хотя вот он играет там три казармика. Что по экономике у него тоже особо флуата нету. Хотя как? Две сто. Две сто, две семь сто. Для американца это неплохой. Флуатик держит немножко в запасе. У доминатора все неги тратятся. Сейчас тысячу баксов на счету. Опять подрыв. Минус еще один фаербейс. Жесть просто. Дорогие друзья, напишите в комментариях, сколько вы насчитали подрывов в этой игре. Еще подрыв. Минус ресурсный центр. Ох, как невероятно сейчас играет. Доминатор, дозер. Все еще живой. И опять попытка отстроить военный завод. Новая пачка вылезает. Техничек их стало вроде бы еще больше. Сколько военных заводов? Один военный завод. И опять готовится подрыв. Просто невероятно. Знаете, мне сейчас игра доминатора чем-то напоминает игру логики. И на самом деле он пользуется очень часто подрывами, но не уходит в технологии. Но американцу также не дают уйти в стратегический центр. Хотя мне кажется, Джарман Кэлл здесь боевые автобусы, рокетбаги были бы очень даже кстати. Но во всяком случае, рокетбаги. Нет, доминатор пытается заспамить и поехал ва-банк. Просто давите ребят. Очень удачно. И не совсем удачно здесь действует бойка. Да. Красота. Раздавили ребята. Прокатились по пацанам. И опять подрыв военного завода. Да сколько же можно? И на этот раз уже решение принимает бойка отстроить командный центр. Да, потому что вокруг постоянные подрывы. И потерять сейчас дозер было бы очень неприятно и очень не кстати. Поэтому отстраиваются командные центры. И пошел пуш! Свою основную группу сейчас американец отправил все-таки в атаку. И на базе придется отбиваться одними ракетчиками. Наводится лазер логики. Причем на разные цели. Пытается вылавливать здесь бойка. Но технички будут давить. И опять подрыв! И в этот раз точечно подозрил. И минус была еще казарма. Боже мой. Что ж, осталось 4 здания у американца. Казарма, электростанция, недостроенный командный центр и ресурсный центр. Да, в то время сейчас сам американец начинает. Начинает контратаковать. Причем неплохо. Потому что приходится здесь ГЛА распродать военный завод. Уничтожается ресурсный центр. Но отстраивается команда из центра. Правда, если взял доминатор в повышениях, к примеру, Ребель Амбуш, сейчас этого толку не будет. Потому что нет дворца. А во дворце находится апгрейд для Джазиза Генерала. Апгрейд на, естественно, подрывы. И когда происходит Ребель Амбуш с этим апгрейдом, это, конечно, самое злое, наверное, повышение ГЛА. Которое начинается от третьего ранга. Опять подрыв. Там и снайпер был. Минус. Пошел снайперов, бойко. Получил он третий ранг. Но не успел даже их задействовать. Просто жесть. Минус электростанция. Минус казарма. Осталось всего два каркаса. Но здесь, знаете, шквал просто американских войск пронесся сейчас по базе ГЛА. Отменили командный центр. Отстраиваются Норы. Пришел Хаммер все-таки останавливать рабочих. Да, и теперь страдает городок. Здесь отменился ресурсный центр. Зажатый остался Доминатор. Просто невероятно, друзья, битва. И, знаете, может получиться весьма невероятный исход. Особенно, если сейчас бойко победит. Потому что Доминатор имел полнейшее преимущество. И данная контратака Хамви, конечно. Можно было так рано не уходить Бойке в атаку. Можно было подождать, пока отстроится командный центр, чтобы защитить Дозер. Мне кажется, что только, наверное, в этом плане Бойко мог допустить ошибку. Но в то же время мы не знаем, как сложилась бы ситуация. И сейчас скаленные Хамви. Вроде бы как, да, без потерь. Отходят. Пошел Хамви самый шустрый на базу. Здесь толпа техничек. Очень неприятная ситуация. И база просто блокируется. Ай-яй-яй. Одними техничками пустыми, конечно, сложно будет бить здесь. Фэйрбейс. Неужели в Чунуке что-то есть? У нас мало энергии. Да, в Чунуке есть. Вкрессию Хаммер, на котором был выучен Фэйрбейс. Такой лавкак. Он небольшой. Сажайте технику, учите Фэйрбейс, да. Ой, Фэйрбейс, извиняюсь. Хелл-файф-дром, конечно. Вот этот ракетный. И он будет из Чунука стрелять. Вот в чем весь прикол. Так, высадили раба здесь. Здесь отстраивается опять злая нора. И здесь, кстати, ресурсный центр уже может, я считаю, что клап от себя поджимать. Ракетчики есть. Бьют сейчас по Чунукам. Так, засаживаются ребята. Все войска вернул Бойко. Есть. Ох, и дроп, кстати, был опять с Чунуком. Посмотрите. Опять пришли приставы выселять ребят здесь. Глашных, которые не платят налоги. Да, я просто решил разбить в ногу еще ракетчиков. Сейчас у Доминатора. Это неприятно для Гла в будущем, конечно. Но Хаммеры здесь опасны. Есть два трехлычковых, между прочим, Хаммера. Один с одной лучкой. И один просто без лучек. И медичка, которая ремонтирует свои союзные войска. Уничтожаются. Опасные позиции. И в это время, знаете, Доминатор мог прокатиться и подрывать здание. Он так прекрасно катался и подрывал. Но вот как сейчас подступил уже момент. Не то чтобы провала, да. Но очень такой момент неприятный. Для Гла Доминатора сразу забыл про подрывы. Это сказывается, мне кажется, мандражки и волнение. Такую ситуацию. Здесь как раз таки блокируется сейчас единственная казарма. Чинук один отлетел на разведку, посмотрел. Но еще есть казарма. И есть ведь технички. Можно было одной техничкой подъехать и наспамить трех подрывников. Зажрать, например, супла. И потом уже добить каркас. Вот сейчас, кстати, минус был танк-рыцарь. Заходит. Опять неприятная пачка техничек на базу к американцу. И много, очень много ракетчиков. Здесь будет очень сложно. Прям в наглую бьют каркас командного центра. Минус медичка. Минус хаммер. Нужно, конечно же, высаживать всех ракетчиков в такой ситуации. Что сейчас и делает Бойко. Но потерял один хаммер. Минус все технички. И ракетчики здесь разносятся. Да. Оу. Все-таки минус был. Да. Минус был каркас командного центра. И знаете, доминатор, друзья, сейчас теряет все свои войска, которые у него были. Мне кажется, он не очень правильно поступил. Что отправил всех на мясорубку здесь. Все-таки нужно было приберечь одну техничку и посадить, наверное, в нее подрывников. Потому что осталось уничтожить только один ресурсный центр Америки. Так. Здесь уже применяются чинуки для того, чтобы ракетчики били именно по чинукам, а не по хамве. Кстати, осталось всего три хамве на карте у американца. Посмотрите, дорогие друзья. Два трехлучковый и один двухлучковый хаммер. Просто невероятная битва. Две, грубо говоря, мировые звезды. Generals of our сейчас устраивают невероятный замес. Дорогие друзья, если только вы новенький появились на канале. Я думаю, что вы кайфанете вполне с этого боя. Ну, конечно, кайфанут не только новенькие новички. Generals кайфанут, я думаю, все генералы, которые посмотрят данный ролик. Потому что невероятный замес. В последнее время таких очень много происходит. Потому что генералы, как ни странно, для игры 2003 года начинают набирать понемногу популярность. Потому что, например, финал мировой серии смотрело тысячу человек в прямом эфире. Вот только представьте. Да, но три хамви здесь ходят. Все еще бушуют. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Рабик бежит. Рабик бежит. Тут один ракетчик его. Пытается сконтролить. Будет сложно. И чинук полетел на разведку. Да. Разбирайся сейчас с хамви. Высаживаю всех своих ракетчиков. Глаз зажимается для друзья. Да, но какой прекрасный был в Доминатора реально старт. Просто великолепный. И как классно Бойка сейчас справляется. Уничтожает просто все. У ночкованной ракетчики забежал все-таки Раб. Я сразу вспоминаю тот самый реплей, где один Раб затащил полностью победу для Гла. Неужели повторится ситуация? Нужно контролировать. Да. Поехал Бойка назад. Все прекрасно. Я помню также реплей, где не хватало три, например, бомбы, чтобы подрывать здание. Но здесь-то один сапплай и джинерал с Джазис играет. Три мины и момент истины. Минус! Все-таки великолепная победа для Гладри, друзья. Раб просто спас. Всю тут Арабскую империю в данной битве. Да. Смог это сделать. Джазис посмертно, наверное, вручит ему звание героя Гла. Ну что ж, я не знаю, даже обидно ли Бойке с таким поражением. Все-таки это получилась топовая игра. Я думаю, что оба комрада, генерала оба, довольны данным матчем. Потому что Доминатор очень тоненько вытащил, хотя и сначала имел классное преимущество. И показывал он все свойства подрывного генерала. Он реально очень прикольно заезжал и подрывал много зданий. Ну что ж, дорогие друзья, оставляйте свои комментарии. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Конечно, не забывайте про группу ВКонтакте и Дискорд канал. А я с вами не прощаюсь.